МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снова понедельник, снова программа «Город женщин», но, войдя сегодня в студию, я поняла, мы все умрем с голоду. Сегодня нет с нами Ирины Дегтяревой, хозяйки нашей вкусной шкатулки, и мы остались с тобой вдвоем, как сиротинушки. Я, Ольга Хохлачева, и наш мастер-коуч, Александра Иванова. Не переживай. Наша Ирина сегодня действительно сдает свой очередной номер замечательного журнала рецепты, шкатулка вкусных рецептов, но мы вышли из положения, к нам придет сегодня гостья, которые нас знакомят удивительным грушевым пирогом. Как ты меня сейчас утешила, просто от души. Подожди, у меня же пост. А ты съешь начинку? Спасибо. Я вас так люблю, что вы думаете обо мне. Ну, еще один повод, по которому мы сегодня собрались, повод финансовый. Так, осуществуй, пожалуйста, тему нашу. Мы решили, что, продолжая предыдущую тему, избавление от лишнего, логично будет в конце года заняться планированием семейного бюджета. И накоплением, как я люблю это говорить. И постановкой новых финансовых целей на этот год, какой-то ревизии, что все мы так и так делаем в конце года. И об этом мы будем сегодня говорить с нашими гостями, и не только. Еще раз всем здравствуйте. Ну что, деньги деньгами, а знаешь, звезды звездами. А вдруг сегодня звезды нам такое нашепчут, такое? Тем более, по-моему, вчера была супер-луния. Оно наверняка как-то способствует тому, чтобы день сегодняшний был не очень обычным. Посему предлагаю позвать Риту Макару, и она нам все расскажет о гороскопе. Я ведь права. Вы чувствуете, как уже пахнет мандарином и салатом оливье? Теперь можно смело говорить. С наступающим! А я спешу вам рассказать, что ждет именно ваш знак зодиака в ближайшие 7 дней. Овны, декабрь – прекрасное время, чтобы освободиться от накопившегося хлама. Помните, чем больше чистоты, тем лучше для будущего. Тельцы. Звезды вам советуют не особо прислушиваться к мнению окружающих. Вы сами решаете, как поступать. Лучше займите свой слух чем-то более приятным. Близнецы. Соблюдая баланс между экономностью и щедростью, упорным трудом и веселым отдыхом вы сможете прожить в этом месяце без особых финансовых затруднений. Раки. Не придется скучать без работы и внимания начальства. Того и другого вы хлебнете в избытке. А уж хвала или упреки будут изливаться из уст вашего босса, зависит только от вашей работы. Львы. Кажется, вы закрыли свое сердце на чугунный замок, но совсем скоро в вашей жизни появится тот человек, который, наконец-таки, сможет подобрать к нему ключик. Девы. Готовьте свой паспорт. Возможно, скоро вам предстоит отправиться в путешествие. На всякий случай приготовьте и второй. А вдруг понадобится? Весы. Важнейшие вещи для вас сегодня – это соблюдение режима и душевная гармония. Отложите важные дела на будущее и не забывайте следить за собой. Скорпионы. Поберегите друг друга. Не стоит увлекаться критикой даже в шутливой форме. Всегда представляйте себя на месте своего партнера. И тогда все точно будет хорошо. Стрельцы. Уделите время своему здоровью. Сейчас тот период, когда лишний раз лучше посидеть дома и защитить себя от всех внешних факторов. Козероги. Это непростой, но очень продуктивный период. На работе вы, наконец-таки, завершите проекты. А в любви убедитесь в том, что ваш выбор все-таки верен. Водолеи. В череде деловых встреч не забывайте и о семейных ужинах. Старайтесь уделять внимание родным и близким. Ведь сейчас им это очень нужно. Рыбы. Братцы ли за новое дело? А если при этом еще и горы золотые сулят? Вопрос, конечно, животрепещущий. Но прежде чем соглашаться или отказываться, лучше обдумайте это за чашечкой крепкого чая. Хорошей вам недели, друзья. А с вами была я, Маргарита Макарова. Пусть звезды принесут вам удачи. Ну вот, теперь неделю можно продолжать, вернее, начинать. Гораздо проще это делать, когда хоть какой-то посыл тебе дан, тем более звездами. Ну, а я хочу напомнить, что сейчас мы начнем разговор буквально с экспертом, всесторонней личностью, которая нам так много всего уже понасоветовала и часть своих советов мы уже притворили в жизнь. Посему я предлагаю перейти к рубрике «Счастье быть собой». Ну, финансы. Они иногда поют романсы, чтобы этого не случилось, что нужно сделать? Вот что касается сферы финансов, к большому моему сожалению, я, конечно, не эксперт. Но ты мастер человеческой души, поэтому... Да, я тут больше теоретик, к сожалению, хотя эта тема, как и всех, я думаю, других людей, меня очень интересует. Я много читаю, да, и вот принесла вам показать несколько книжек на эту тему. Хожу на семинары и тренинги, стараясь повысить свою финансовую грамотность. Ну как старание? Увенчались успехом-то. Я читаю книжки «Как разбогатеть при любом доходе». Ой, что ты со мной делаешь? И не бойся собственных ошибок. И осаки уже устаревшие будут. Это просто, можно сказать, хиты настольные, которых у меня очень много. Но, как обычно бывает, все-таки успех, он не в теории коренится, а в практике. Вот золотые слова. И в сфере финансов практика у меня достаточно, скажу честно, скромная. Ну, на среднем уровне, ладно, без ложной скромности. Вот почему? Потому что здесь очень большое значение имеет, конечно, дисциплина. Учет. Когда мы говорили о времени, начиналось тоже с того, что мы делаем хронометрию, учитываем поток времени, куда он уходит. И все-таки успешный бюджет, не дефицитный, а профицитный семейный бюджет, тоже, конечно, начинается с учета, как и любой другой бюджет. Ну да. Чтобы сделать что-то хорошо, нужно знать этот предмет, соответственно, нужно как-то его просчитать. Это же делать очень легко. Пишешь свои траты хотя бы недельные, пишешь свои доходы недельные, и уже какая-то картина вырисовываешь. Ну, вообще, для начала, конечно, не меньше месяца рекомендуется проделать прямо строгий учет своих финансов, да, сколько утекает, сколько притекает. И большинство успешных людей и в прошлом времени, и в современности, они, конечно, очень строго соблюдают эту финансовую свою дисциплину. И дебет с кредитом сводят. Обязательно. Обязательно. Вот что касается моего опыта, у меня бабушка вела постоянный учет, прямо буквально каждую покупку, там, каждую купленную котлету, там, или булку хлеба она учитывала, что позволило ей, несмотря на то, что у нее была достаточно, ну, скромная зарплата, она к концу жизни оставила нам неплохое наследство. Надо же, у нас источницы, да наоборот. Включая акции. Единственный человек в нашей семье, от которого в наследство остался пакет акций. И вот я считаю, что это результат именно того, что она постоянно занималась финансовой дисциплиной. Я, конечно, делаю это, но, к сожалению, не очень регулярно. Когда я в первый раз делала этот учет, я поняла, что я трачу больше, чем зарабатываю. Я вижу по выражению твоего лица, что тебя это неприятно удивило. Да, и получилось так, что я увидела, куда уходят деньги. Конкретно у меня выявились статьи расходов. Это очень много уходит на кафе, на книги, на учебу. То есть то, что ты считала пустяками, в общем-то, оказалось, оно кушает. Да, то есть одна чашка кофе, к другой чашке кофе. И в итоге получилась очень большая сумма, которую можно было бы уже как-то разумно инвестировать и так далее. Очень много я трачу на транспорт. И видение того, куда уходят мои деньги, позволило мне как-то, конечно, сделать определенные выводы и поработать в этом направлении. Допустим, я уже не покупаю так много книг, стараюсь что-то брать в электронном виде и так далее, потому что это экономия и места для хранения, и в том числе и денег и так далее. То есть больше ходить в библиотеки. Ну, это конкретно я вижу по своим. И вот когда человек делает такой учет, он уже может пронаблюдать, куда уходят эти деньги. Почему так важно делать этот учет? Потому что, как, во всяком случае, те тренеры, которым я ходила финансовые, они все учат одной простой вещи, что доходы должны быть больше, чем расходы. Когда человек тратит почти все деньги, которые он заработал, или тем более переходит, то получается, что он живет стиль жизни, его можно назвать потребительским. Он потребляет все, что заработал. Получается, потребитель, а это не очень хорошая жизненная позиция. Кроме того, она лишает ваших детей, вашего будущего, оно у них забирает основу какую-то, финансовую, по крайней мере. Да, и здесь вот очень интересно, что если говорить о психологии потребительства, в чем коренится вот эта вот прямо жажда приобретать все новые и новые вещи. И исследователи по этому поводу говорят достаточно серьезные вещи, что вот это вот безудержное потребительство, особенно престижное, когда человек свой статус начинает измерять теми вещами, которыми он обладает. Брендами он начинает, да. И, к сожалению, это иллюзия, потому что... Еще какая! Современный вот этот вот стиль потребительский, да, он человека невротизирует, он пытается догнать образ жизни, который он себе позволить не может, да, приобретая эти вещи, которые становятся для него символами успеха. Да, и частенько, ну, в качестве могу взять примеры, всевозможные айфоны, просто люди в кредитах берут те же самые телефоны, которые можно купить в 7, в 10 раз иногда дешевле, они будут выполнять те же самые функции. Но нет, вы сами себе внушаете, что вы не зря потратили деньги, вовсе-то вы не, так сказать, не лох и неудачник, а вы очень даже успешный человек, раз у вас есть айфон 10. Это очень глупая установка, которая лишает вас каких-то радостей жизни. Да, вот, кстати, Роберт Киосаки, ну, я думаю, его уже все знают, да, потому что много лет он в числе бестселлеров, он говорит о том, что есть покупки, которые являются активами, приносят деньги потом в карман твой, да, и есть, которые являются пассивами. И очень многие, конечно, покупки являются пассивами, то есть они дешевеют сразу, как из магазина привезли. Да, то есть если вы не зарабатываете на этом айфоне, не снимая тут же какое-то кино и выкладывая его, то никакого смысла его покупать действительно нет. Да, и вот это понимание того, что есть даже и кредиты полезные, и кредиты опасные, да, привело к тому, что во многих странах молодым людям ограничили кредиты, потому что еще не закончив, не получив образование, люди уже обрастают таким количеством кредитов, которые они не в состоянии погасить. Которые они потом не могут выплатить и опускаются все ниже в долговую яму. То есть вот этот вот дисбаланс доходов и расходов приводит к тому, что человек лишает себя и зачастую своих детей обеспеченного будущего. Да, поэтому когда говорят, вы живете в кредит, то есть вы пожираете свое будущее, это вовсе не какие-то ужасные слова. Это, к сожалению, реальность, и не надо, чтобы она была всеобщей. Так, ну что, вернемся в студию непременно, но после небольшой рекламной паузы. Возвращаемся в студию программы «Город женщин» и к нашей теме финансы, накопления, и как их сделать в наш век потребительства, который стартовал, как мы обсудили с Александром, вот недавно вспоминали, в начале 80-х годов прошлого столетия в США. И потихоньку, постепенно, транснациональными компаниями эта практика была распространена на весь мир. Оказалось, она очень гибельная, сейчас пытаются на государственном уровне как-то купировать последствия этой гибельной экономической политики. Ну, а что делать нам, простым гражданам? Копить-то хочется, не только штратить. Вот, обратимся к классике. У Ильфы Петровой есть незабвенный образ Элочки-людоедки, которая пыталась догнать вандербильтиху. Невозможно, она пыталась совершить невозможное совершенно. Да, и очень, к сожалению, эта же классика, она вечная, она живет до сих пор. Очень многие люди сейчас пытаются догнать вандербильтиху, живя непосредством. Да, но Элочка-людоедка, она перекраивала свое, она никому не была должна. Она, если уж мексиканский тушкан из своей кошки делала, так это была своя кошка, а не заемный мех. Да, достаточно много таких вот возможностей жить в кредит, жить в долг. И понимание того, что ты отдаешь свое будущее, вот именно сейчас, это вот, конечно, очень важно, для того, чтобы в конце года просчитать, посмотреть все свои кредиты, долги, приходы-уходы. И после того, когда будет уже видна эта картина, у нас есть два пути. Первый – это увеличивать доходы, и второй – уменьшать расходы. А можно делать это одновременно? Тогда эффект будет больше. Конечно. И здесь достаточно много сейчас на эту тему говорится о том, что если человечество не перестанет потреблять в таком темпе, мы просто все ресурсы природы уничтожим. Ну, конечно, энергетически мы их исчерпаем. И нашим детям, и внукам мы не оставим возможности наслаждаться ни чистой водой, ни лесами. Конечно. Все это потребительство, оно насыщает карманы не ваши, а карманы транснационального капитала. Так зачем вы этим участвуете? Да, и не участвовать вот в этом процессе, потому что на самом деле он не решает внутреннего дефицита, а чрезмерное потребление наоборот его усугубляет, поэтому разумное потребление, не эмоциональное, а запланированное. Это означает, что надо в магазин ходить сытыми. Сытыми и со списком. То есть все покупки на год для того, чтобы избежать эмоциональных покупок, необходимо, ну, как учат, составить. То есть в какой месяц ты что-то приобретаешь. Ну, и кроме того, вот эти... Ну, а ежедневные походы в магазин? Если у меня большая семья, мы пьем молоко и едим хлеб в таких количествах. Ну, тоже какие-то разумные подходы всегда есть, например, там опт и так далее, да. То есть когда это планово и продумано, меньше срывов и покупок, которые потом из 100 рублей 200 в сумме, это все равно набегает, если пройтись по дому и посчитать, сколько там ненужных покупок, это, ну, минимум, один автомобиль можно, наверное, купить. О, ты меня сейчас вдохновила! Я начну искать, куда же у меня денежки убегают. Я уверена, что я найду эту бездонную дыру. И, конечно же, учиться повышать свою финансовую грамотность, не жить шаблонами. И для этого обращаться в том числе и за помощью к специалистам, которые могут научить, как это делать грамотно. Ты очень вовремя сказала о специалисте, потому что он у нас есть, точнее она. Да. Ольга Андреева, это директор отдела продаж кредитного кооператива «Аргискредит». Мы рады пригласить в студию человека, который на собственном опыте, здравствуйте, знает, как сэкономить, как потратить, как приумножить. Но для начала, может быть, у вас есть какой-то свой секрет, верстки домашнего бюджета, так, чтобы, возможно, были накопления. Или, может быть, маленькие житейские советы. Ну, здравствуйте, дорогие телезрители программы «Город женщин». Во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы меня пригласили сегодня на обсуждение такого важного вопроса, да, умения планировать семейный бюджет и о необходимости накопления денег. Ведь именно этим и занимается наша организация кредитный кооператив «Аргискредит» на протяжении вот уже более семи лет. Я считаю, что вообще я работник в кредитной кооперации уже, мой опыт, 12 лет. И за 12 лет я пришла к выводу, что о накоплении почему-то задумываются только женщины. Ну, наверняка, потому что главные бухгалтера нашей семьи, да, это все-таки мы, мамы. Лично я о накоплении задумалась тогда, когда не стало моего мужа, и я стала совершенно одна с четырьмя детьми. И тогда я вот поняла, да, что мне нужна подушка безопасности, потому что ведь ответственность за образование моих детей полностью, за будущее моих детей, да, полностью лежит на мне. И мне нужна подушка безопасности, чтобы дать моим детям хорошее образование, чтобы мы имели возможность куда-то ездить, да. И теперь я полностью несу ответственность за бюджет моей семьи. На тот момент вы где-то работали? Да, конечно, я работаю. Это была бюджетная организация или вы были как-то... Нет, я работаю в кредитном кооперативе, да. То есть на тот момент вы так работали? А я осталась одна вот в 2017 году. То есть это совсем недавно? Да, да, да. Боже мой, хочется, конечно, посочувствовать. Но я уверена, что будущее ваших детей под надежным контролем в силу того, что, во-первых, вы работаете в кредитной организации, во-вторых, вы умеете обращаться с деньгами. Это так? Ну, да, конечно, можно так сказать, потому что все-таки опыт работы у меня есть. Я знала, что где можно хранить деньги, да, и я умею считать деньги. Я знаю, ну, то есть... Я знаю, что... Что нужно делать? Что нужно иметь подушку безопасности. Обязательно. А что такое вообще? Да, ну, сколько, да. Да, потому что вот в старые времена вот наши бабушки, да, когда вот не было интернета, не было столько банков, да, кредитных утверждений, но они все-таки как-то, как-то они умели сохранять свои деньги, при этом они ее приумножали. А в наше время почему-то молодежь, да, в основном не задумывается, что может наступить не страховой случай, как в случае со мной, да. И, конечно же, чтобы не оказаться в моей ситуации, я вот советую женщинам, мамам хотя бы вот каждый месяц отлаживать, ну, если совсем не в моготу, то от 5% от своих доходов. От 5%? Да. То есть, возможно ли, проанализировав свои расходы вот в течение месяца, вот эти 5% найти? Да, конечно. Когда вы садитесь за стол, пишете свой доход, пишете свои расходы, обязательно выходит та сумма, которую мы можем потратить на себя. И, как вы ранее уже говорили, да, нужно оптимизировать свои расходы, то есть нужно разделять расходы ненужные, ну, ненужные расходы вообще нужно сократить. Но я ни в коем, ни в коем образом не призываю экономить, да, я призываю, чтобы люди оптимизировали свои расходы. Понятно. Но ваш кооператив наверняка имеет те инструменты, которые помогут как раз накоплению. Да, на сегодня у нас есть несколько программ личных убережений, один из них называется Якутские бриллианты, он у нас рожден совместно с компанией Apple Diamond, ставка по ней 13,5% годовых. И на этот период за два года, да, срок накопления два года, за два года каждый человек может накопить первоначальный взнос на квартиру. Вы спросите, как? Например, оформляет договор на 20 тысяч и ежемесячно, например, пополняет по 16 тысяч. И к концу срока у него накапливается довольно-таки неплохая сумма, 442 тысячи рублей, что позволит человеку, да, вот внести первоначальный взнос за ипотеку. Но все-таки 16 тысяч – это многовато. Можете представить, вот 5% от своего заработка, это такая скромная сумма, я бы уже подсчитала. У нас действует, ну, у нас есть личное финансовое планирование, которое мы проводим бесплатно совершенно каждому человеку, который к нам подойдет в офис, и мы можем подсчитать вот ваши доходы и ваши расходы, и мы можем вам посоветовать, какую сумму вы можете откладывать. А, то есть вы можете на себя это ответственно сделать, потому что человеку самому достаточно сложно, ему хочется все-таки, он иногда сам себе и приврет, а специалисту он, наверное, скажет правду. А когда человек, да, реально видит цифры, да, на мониторе, он иногда, ну, чаще всего приходит в ужас, сколько денег он тратит на всякие, да, на всякие покупки ненужные. Ну, например, покупка суши несколько раз в месяц, это можно, например, один раз в месяц, если уж прямо, да. А если так любите суши, готовьте дом, это же несложно. Да, 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 совершенно правильно. Ну, вот, обычно люди задумываются о сбережениях именно в критический момент, да? Как я. Наверное, очень важно подумать об этом раньше, когда еще у тебя есть возможность откладывать. Да, да, совершенно правильно, потому что, как посчитали экономисты, да, рост заработной платы вообще происходит в возрасте 25 до 35 лет, а потом как бы это приостанавливается и, возможно, там прибавка, да, зарплате может быть. А к тому моменту, ну, после 25 лет у нас появляется семья, дети, и, конечно же, у нас расходы возрастают. Поэтому я хотела бы посоветовать вот молодым девушкам начать откладывать как можно раньше. Вообще, вот, необходимость подушки безопасности, она необходима многодетным семьям. Конечно. Потому что, да, на сегодня образование у нас становится платным. Каждая из... у многодетных семей, у всех почти дети погодки, да? Ну, часто так бывает. Да, 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 и вот выложить крупную сумму денег бывает просто нереально тяжело. Да, это означает обделить остальных детей. Это всегда тяжело. И мне кажется, очень важно с детьми тоже вот финансовое... Проводить какие-то ликбезы, да? Проводить, да, чтобы они тоже понимали, куда идут деньги семьи. Это обязательно, конечно, обязательно. Ну, лично мой пример с моей семьи, да, у меня четверо детей, но с четырехлетним, конечно, о семейном бюджете не поговоришь. Но с 17-летним, с 10-летним и с 9-летним я, да, рассказываю, сколько я получаю, на что мы тратим, да, эти деньги. И тогда вот дети задумываются, что действительно, что чупа-чупсов каждый день нельзя покупать. Что есть еще более важные, да, жизненные цели, на которые мы должны откладывать деньги. Это как вот я говорила, отпуск, путешествия, образование, здоровье, к сожалению, тоже, да. Ну, как вот мы говорили, если у тебя нет своей цели, то ты будешь работать на цели других людей. Если не поставить свои финансовые цели, то ты будешь также выполнять финансовые цели других людей. А дашь свои вот такие, то, что твое будущее бы обеспечило, на какие-то совершенно лишние покупки, да, для себя. А дети, они очень умные, они все понимают. Они всегда вот соглашаются, да, вот когда с ними разговариваешь, что давай потерпим, давай не будем покупать. Я не думаю, что какой-то ребенок скажет, нет, я не буду, дайте мне это, докупите мне айфон. Мне кажется, если с ребенком вот нормально объяснить, поговорить, то ребенок всегда поймет свою маму, своего отца. Ну, давайте еще на несколько секунд вернемся к вашему кооперативу. Мне хотелось бы знать, насколько широк выбор инструмента, которым вы можете. Есть программа личного сбережения, которая на сегодня у нас есть, их у нас несколько, шесть видов. У нас есть все сроки, начиная до востребования, то есть где вот срок вообще не оговорен, да. И есть программа личного сбережения на сегодня самая такая привлекательная. Она называется «Зимняя сказка». Ставка по ней составляет сегодня 14% годовых. И, как всегда, на самом интересном месте я хочу сообщить, что вернемся мы в студию после рекламы и продолжим ликбез финансовой грамотности. Все, да. Обещала, что самое интересное сейчас последует и продолжим. Что у нас еще осталось? Какие средства накопления? В чем плюсы? Я и сказала, что на сегодня у нас действует программа личного сбережения, которая так и называется «Зимняя сказка». Ставка по ней 14% годовых, да. Ставки в кредитных кооперативах, они намного выше, чем в банках, чем мы и привлекательны, да. Деятельность кредитных кооперативов на сегодня контролируют с Центральным банком России, так же, как и в банке, да. Это важный момент. Да, и так же мы подотчетное СРО, саморегулируемая организация, которой мы ежемесячно сдаем отчеты. Поэтому, приглашаю всех женщин, да, приходите к нам в офис за бесплатными, за совершенно бесплатными консультациями. Вас встретят наши менеджера и, конечно же, каждая семья должна иметь подушку безопасности. Спасибо вам большое, что в своем плотном графике вы нашли сегодня для нас время. Спасибо, что пригласили. Всего доброго. Я напомню, что с нами в студии сегодня была Ольга Андреева, это директор отдела продаж кредитно-потребительского кооператива «Аргис-сервис». Но о финансах-то разговор не закончен. Я жду, когда Александр представит нашу следующую гостью. Сегодня сбылась, как всегда, в эфире моя мечта. Я сегодня встретила человека, которого я очень люблю, и она у нас сегодня в гостях. Это Кюнери Волиумна Токасаева. Так, умница, красавица, комсомолка, доктор наук, да? Доктор гуманитарных наук, которая вот недавно защитила докторскую, не кандидатскую, докторскую диссертацию в Варшаве на польском языке. Суп массой. Это уже подвиг в наше время учиться, учиться за границей. И кроме того, Кюнери, как все мы знаем, кто в интернет заходит, Кюнери это наш народный дипломат. Она представляет якутскую культуру, интересы Якутии в Польше и вообще в Европе. И делает всю эту работу, огромную работу фактически вот нашего народного посла культуры. Сама посвятила Кюнери. На добровольных началах. На добровольных началах. Молодец. Да, то есть это вот такой наш доброволец. Спасибо большое. Так, но прежде чем поговорить о финансах, наверное, поговорим о том, что вас интересует. Как проходила защита и вообще как это учиться? В общем, да, Варшавский университет это лучший вуз в Польше. И я имею честь вот закончить факультет артис либералис. И благодарна моим профессорам Ян Кеневич, Ивановицкая. И здесь я поддерживаю отношения с Ульяной Алексеевной Винокуровой. И вот эти все люди, они мне очень долго вот помогали, поддерживали. Ну и получилось, что я защитилась с отличием. Вот. И в результате они меня пригласили тоже поработать над следующим проектом. И вот много очень планов на будущее. Могу показать диплом. Ой, я никогда не видела европейский диплом. Да, он у европейского стандарта немножко отличается. И поэтому специально я вот как бы принесла, чтобы показать. В общем, прямо как средневековая красота. Ну вот он пишет совершенно отдельно, да. Здесь есть такая версия оригинала. Вот такая она большая. Каллиграфически написана на польском языке. И это уже должно висеть как бы дома, да. И дополнительно дается две версии на английском языке и на польском языке. Какая бумага с водяными знаками. Да. Вот и на английском. На английском языке. Это огромное достижение. Ну, я довольна. Это что-то великолепное. И свою работу я как бы посвятила памяти моих родителей. К сожалению, они умерли раньше. Но я все время думала и писала, как будто для них я пишу эту работу. Это мои родители и моя мама Кривошапкина Елизавета Денисовна и Токасаев Револи Тимофеевич. И вот им я посвятила свою работу и также якутскому народу. Потому что тема, она такая специфическая. Я занималась якутскими работами Вацлава Серошевского, польского исследователя, который вы все знаете. И в контексте изменений самосознания народа Саха. То есть я попыталась показать, что изменилось в течение этого времени. Потому что Серошевский это описывал в конце 19 века, а очень много изменилось в течение 20 и 21 века. И поэтому на польском языке мне хотелось для европейцев рассказать и перебороть существующие стереотипы, которые до сих пор есть. Ну и для этого я взяла такие современные теории гуманитарных наук. Ну и вот деконструкция, постколониализм и разные такие интересные вещи. Понятно. Ну, все-таки, если есть тема финансы, то мы сейчас будем допрашивать вас по теме. Так, мы говорили о подушке безопасности. Оно у вас есть? Вы знаете, как-то с детства так получилось, что все-таки, наверное, родители меня научили считать. И поэтому всегда как-то тыл я себе, можно сказать, такой минимальный, но он существует в виде жилья, к примеру, от родителей, которое у меня осталось. Ну и зарабатывать своими собственными усилиями, интеллектуальным трудом. Это, скорее всего, мое. И ставить такие ориентиры более такие важные, материальные, духовные. То есть, к примеру, я веду, в принципе, такой там аскетический образ жизни. И это мне помогает также поддерживать мое здоровье, потому что здоровье, медицина сейчас очень много тоже... Очень дорогое удовольствие. Да, это дорогое удовольствие. Особенно за границей. Да, особенно за границей, потому что там страховки медицинские очень дорогие, и все это платно. И поэтому, соответственно, все это связано с питанием. Это здоровое питание. Я не позволяю себе лишнего, но когда я приезжаю на родину, естественно, я пробую все, чем меня угощает. Да, и потом вкус еды, он совершенно другой. Это рыба якутская, мясо якутское имеет совершенно другой вкус, который невозможно найти нигде за границами республики. Вот. Ну, и это здоровая еда. И потом, вы знаете, я люблю помогать, да? И добро добром оплачивается, вы знаете. Это работает. И работает по всему миру, можно сказать. Потому что у меня друзья повсюду, и мы очень плотно работаем с якутской диаспорой по всему миру. Сахадиаспора. Мы называем, есть группа Евросахадиаспора, есть американская Сахадиаспора, канадская Сахадиаспора. И мы стараемся друг друга поддерживать. Мы поддерживаем связи с Якутией, знаем транспортировку, мы знаем проезд очень дорогой. Поэтому мы пытаемся делать, как бы помогать друг другу. И когда мы приезжаем, естественно, все это тоже как-то оплачивается. Я хочу сказать, когда я свою диссертацию защищала в Москве, я жила у Кюней. Я тебе всегда буду, Кюней, благодарна за твою доброту, за ту поддержку, которую ты мне оказала. И не только мне, но и другим девочкам, которые тогда учились. Потому что в 90-х годах это настолько было важно. Кюней очень добрый человек, и это действительно возвращается. Я стараюсь, да. Чем могу, что у меня есть, я вот помогаю. Также вот если приезжают в Варшаву, к примеру, в Польшу, я стараюсь вот показать, рассказать, что я знаю. Потому что путешествие это тоже дорогое удовольствие. Тоже подсказываю. Я люблю путешествовать. Но я путешествую не пакетированными такими туристическими путевками, к примеру. Составляете все сама. Я создаю маршрут, он должен быть четко продуманный, логистика, минимальные деньги. И в этом плане Польша очень удобная страна. Потому что там транспортная схема очень хорошо расписана. Там недорогие, можно найти недорогие билеты. Запланировать за год. А вот чего нет здесь в России и в Якутии. Планирование за год. То есть если в Европе, например, люди планируют буквально за год, что они сделают на выходные, через год. Следующий октябрь, да? Или вообще Новый год, где они будут встречать. Все это запланировано. Чем дальше от дня... Тем дешевле. Тем дешевле покупка билетов, к примеру. Или бронирование отелей. Но мы такими категориями не мыслим, потому что мало ли что случится. Могут народиться дети. А как может, потому что здоровье все может случиться. И потом ситуация в Польше такая, что там злотые, польские злотые. И это коэффициент к рублю, это 17 примерно где-то так. А чуть дальше, 4 часа еврозона, там уже очень дорого. Там уже совершенно другие цены. Но я всегда успокаиваю, говорю, цены такие же, как в Москве или как в Якутске. Потому что в Якутске действительно очень дорого. А вот прозвучало, зарабатывать своим умом, своим интеллектом, да? Это вот какое направление? Потому что сейчас у нас и молодежь тоже ищет какие-то возможности. Да, но чаще молодежь, она дает предпочтение болтологии. То есть они думают, что блогерство это очень просто. Но я полагаю, что вы об этом знаете гораздо больше, и это непросто. Значит, я на блогерстве не зарабатываю. Я в основном, скажем так, делаю проекты на гранты, в поиске грантов. И это очень перспективно. Но это должно иметь теоретическую научную базу очень сильную, чтобы заинтересовать актуальность, изучить эту тему и преподнести ее на академическом языке. Да, то есть надо, чтобы тема была не из потолка взята, не для того, чтобы получить какие-то гранты и деньги, а чтобы это был животрепещущий для вас вопрос, который вы желаете разрешить. Да, потом и очень большая там ведь предварительная работа, и очень много работы, которая не видна на самом деле. То есть гранты это непросто? Гранты это непросто, но это возможно. И, например, вот в Европе, в Америке до 35 лет очень много существует различных научных грантов на различную сумму. Естественно, чем дороже, больше денег, соответственно, это большие проекты. Это могут быть также группы научных работников. Первоначально я, например, взяла минимальную стипендию в Варшавском университете, но это была по психологии стипендия. Эту тему я знала, потому что я уже там имела большой опыт. Да, я защищала диссертацию кандидатскую по психологическим наукам. Поэтому первоначально я выехала по психологии. И мне это понравилось. Я им предложила интересную тему, они меня сразу пригласили. А на другой раз я уже взяла такой хороший грант. На эти деньги я жила очень хорошо. Это был грант Евросоюза, Erasmus Mundus. Это были очень хорошие деньги. А как вы потом отчитались? Да, это работает, публикации делаются. Там есть определенные требования, они очень действительно такие строгие. Нет такого, чтобы написал, отписался и все. Там действительно проверяют. Если это не работает, то вам говорят до свидания. Вы просто культурно вам говорят до свидания. А если все-таки в следующий раз вас приглашают, вас заинтересованы. Это даже как-то приятно. Ну да, как становление личности, ты все время растешь. Но хотелось бы, чтобы была поддержка все-таки от государства тоже, честно говоря. Для таких людей, как Кюней, которая представляет нас. Да, на республиканском уровне не помешала бы поддержка. Я надеюсь, слышат все. Я очень много стараюсь работать, это как у меня такая дополнительная. Это тоже на Западе довольно популярно, так как бы помогать максимально. И вообще, ну, такая гуманитарная, скажем так, помощь. Спасибо, дорогая Кюней. Я хочу подарить тебе свою книжку на память о нашем городе. Это воспоминания о нашем совместном детстве. Мы еще вместе в школе учились. Так, мы не прощаемся, мы не прощаемся, пока они целуются. Мы с вами на рекламу отвлечемся, а после вернемся в студию и еще заставим Кюней что-нибудь нам приготовить. Вернулись в студию, у нас небольшая рокировка произошла, но вы ее увидите чуть позже, равно как и наших новых гостей. Пока что я хочу отвлечь ваше внимание и взор ваш обратить на необъятные просторы нашей родины, нашей Якутии. Дело в том, что юные коллеги подготовили для нас сюжет, в котором очень много интересных фактов о Якутии собрано. И мы предлагаем их вашему вниманию. А вы знали, что площадь Якутии больше, чем площадь Аргентины? И при том, что Аргентина восьмое по размерам государство в мире. Действительно, наша республика занимает около 20% территории России. Тут живет много народов, а природа разнообразна и богата своими дарами. Так что, если бы мы были отдельным субъектом, то давно бы потеснили жаркую Аргентину с ее почетного восьмого места. Общая протяженность всех якутских рек составляет более двух миллионов километров. Самая крупная из них – река Лена. Вы только представьте, на территории нашей республики около 700 тысяч рек и речек. Но величавая Лена по достоинству занимает первое место. Жители Алёкминска даже поставили памятник в знак благодарности своей кормилице. Весьма популярная Якутия блюда – строганина, нарезанная тонкой стружкой. И это замороженная рыба. Нельма, муксун, чир, северный омуль и другие рыбы, которые пойманы подледным способом, считаются самыми вкусными. В ледяной глазури они долго сохраняют свой запах, вкус и цвет. И низкая температура для такого блюда совсем не помеха. В советские времена шаманы в Якутии активно притеснялись. Но в деревнях их авторитет до сих пор очень велик. Почему-то слово «шаман» ассоциируется только с героями произведений, спектаклей и с прошлым временем. Но на самом деле сейчас считается, что именно в Сибири живут самые сильные шаманы. Хотя ходит предположение, что у Даганки куда сильнее. Вы знали, что в некоторых регионах Якутии температура достигает до целых минус 70 градусов? В основном это, правда, относится к незаселенным местам. Аймеконская долина считается наиболее суровым местом на земле, где проживает постоянное население. Именно здесь находится полюс холода, где была зафиксирована в свое время самая низкая температура. Так что если решили ехать в село Аймекон, то лучше одеться потеплее. А вы знали, что больше 2-3 территорий Якутии занимают горы и плоскогория? Так что миф, что этот Кавай сплошная тундва, именно миф и не более того. Про этот край можно говорить бесконечно. Кто-то придумывает мифы, кто-то следует стереотипам. Но всегда лучше увидеть все своими глазами, чтобы лишний раз убедиться, насколько природа разнообразна и удивительна. Мы сегодня продолжаем говорить о финансах. И у нас в гостях одна из ведущих специалистов в области финансов, в области страхования в нашей республике, директор «Ренессанс жизни» Сарглана Васильевна Карпова. По совместительству, моя сестра. Добрый день. И сегодня я хотела бы, чтобы вы рассказали нашим телезрителям о том, насколько важно, у нас сегодня уже который раз мы говорим о подушке безопасности, о том, как это важно в такой динамичной жизни иметь инструменты, иметь запасы. Что вы можете рассказать? У меня бабушка всегда страховала. У нее дача была застрахована, мы, дети. Это было в наше время как-то нормальным, чтобы ребенок был застрахован к совершеннолетию и получал тысячу рублей. Это да, очень важная тема. Сегодня действительно очень актуальная тема, я считаю, это сбережение и накопление. И вот финансовая подушка безопасности – это очень, скажем так, действительно такой хороший инструмент для того, чтобы обезопасить себя на различные, скажем так, ситуации. Ведь не секрет, что когда мы планируем свою жизнь, то мы планируем такие хорошие, скажем, события, например, как свадьба, как образование наших детей. Но при этом мы очень редко задумываемся о том, что может помешать вот этим нашим, скажем так, планам. И очень такая большая, скажем, бывает неприятная ситуация, если вдруг человек, скажем так, потеряет здоровье и не сможет накапливать вот эти средства. И здесь страхование как самый такой, скажем, доступный инструмент в таких вот сложных ситуациях. Чем отличается страхование от банковской системы накопления? Тем, что когда человек начинает копить свою сумму какую-то, да, вот, например, скажем, он поставил цель накопить там через какое-то время 500 тысяч рублей. Он начинает вот, сам выбирает, скажем, каким образом он будет месячный, может быть, он будет накопление делать квартальные, полугодовые, годовые, смотря своего, скажем так, бюджета. И понемножку, вот как раз-то, совсем, скажем так, без потерь для бюджета начинает понемножку копить деньги. И он, например, вот год-два он начинает платить, заплатил 1020, скажем так, да, может быть, 40 тысяч заплатил. И вдруг, скажем, какой-то несчастный случай, да, в таком случае его, не дай бог, конечно, если он, гибель этого человека будет, то в таком случае его наследники получат оговоренную сумму уже. Не те, которые деньги он заплатил в компанию, а вот эти вот, например, всю сумму 500 тысяч. Да, я вот в прошлом году повредила ногу и получила компенсацию, это было, в общем, достаточной поддержкой мне во время платной операции и так далее. Да, это вот очень актуально. И также, если человек вдруг, он у него, получается, он не может уже по состоянию здоровью работать, лишается дохода, то в таком случае страховая компания, она начинает за этого человека копить вот эти деньги. Вот видите, вот видите, что получается, когда пустишь за кухонную стойку от двух финансистов буквально. Ну что это такое? Будем стряпать. Я же не буду кушать, мы ждем. Но поскольку мы знаем, что нам нужно будет это сделать быстро, мы хозяйки не очень домашние, а даже дикие, да? Дикие хозяйки. Мы делаем очень быстро все. Здесь вот стоят ингредиенты, которые для теста. Состав очень простой. Это мука, это масло. Это масло, это мука. Смешиваем муку с маслом. Да, вот мы будем готовить друшевый пирог. Нам нужно 2 стакана муки, 1 чайная ложка соли. Мы перемешиваем это все. А мы не будем сейчас перемешивать, мы уже вон готовое тесто достанем. Хорошо. Какие вы предусмотрительные, девочки. Вы не предусмотрительные. Нужно перемешать муку с маслом, да, перемешать очень хорошо. И добавить 5 ложечек столовых воды, чтобы получилось такое упругое тесто. Покажите, какое оно должно быть у нас. Легким движением руки тесто уже готово. Смотрите, какие мы вообще. Чудеса. Раз, мы готовы. Человек на Эверест ходит, она знает, как это делать быстро. Так, это груша у нас консервированная. Груша консервированная. Груша консервированная. В принципе, могут быть персики. То есть мы смешиваем, нарезаем вот эту грушу, смешиваем с полстаканами изюма, стакан сахара. И? Так. Какао, да? Нет, это вот чайная ложка корицы. Ух ты, люблю. То есть впереди Новый год, так что запах корицы, выпечки, он очень актуален. И одна четверть стакана муки. У нас осталось. Опять же. Так. Стремительно мы это делаем. Да, это мы все перемешиваем. Так, и высыпаем туда. Да. И все мы... И все готово уже практически. Это же отлично. Я с горяча пообещала, что кюн-эй... Мы делаем только так. Пообещала, что кюн-эй нам будет готовить. Вкусно. Я могу рассказать о польской кухне. У нас уже по-моему нет времени. Знаешь, что мы сделаем? Мы лучше поедим вот эту кусочку. Мы попробуем. Кстати, я хочу сказать, что за границей же у вас тоже, да, покрывается страховка. Да, да, да. То есть страхование действует 24 часа в сутки и по всему миру. Так, я разровняю. Значит, так, есть, разровняли. Смотри-ка, экспресс-метод. Это очень быстро. Раз. Девается. Потом он делается. Два. Так. Сейчас, смотри, смотри. А Саша еще говорила, она готовит, не любит, не умеет. Посмотри, все прекрасно. Я готовлю туда не дольше 20 минут, потому что мне нужно время на другие проекты, поэтому я готовлю быстрые, простые, как-нибудь покажу свои экспресс-рецепты. Правильно. А можно я уже постряпаю? Можно. Да ты можешь. Я как и волшебница. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Готово. Ух ты, а можно мы подойдем и понюхаем? Да. И надо будет сверху смазать белком, яичным белком, и мы таким образом... Ой, самые голодные уже здесь. Да, и можно делать это как постное блюдо на растительном масле. Господи, пахнет корицей. Да, да. И тогда те, которые постятся, могут его тоже есть. То есть я могу это есть? Это на сливочном. Нет, это на сливочном масле. Ладно, я вас держу сегодня. Я же сказала, кто-то умрет с голоду. Это я. Пробуем. Пробуем. И вот, получается, ножичком. Так. Давайте. Ну что ж. А тарелочки, блюдечки нам нужны? А тарелочки. А вы знаете, мы потом все это ручками-ручками... Давайте мы сейчас завершим разговор о финансах. Ведь все-таки мы так хорошо подвели к тому, что и финансовая грамотность должна быть с детского возраста, начиная, и подушка безопасности обязана быть. И что вот эта вот подушка безопасности, она формируется, даже если вы путешествуете по миру и ведете очень активный образ жизни, да, в том числе на добровольчестве. Особенно за границей, потому что там это очень дорого. Да, очень дорого, да. И также еще у нас есть очень хорошая программа, например, медицина без границ. Вот сейчас вот очень много таких серьезных заболеваний, как рак, там, ну вот, операции на сердце. И вот в таком случае вот эта страховка может быть ключиком к большим суммам денег. Например, 12,5 миллионов рублей у нас есть программа. Если вдруг что-то случится, человек может за счет компании уже лечиться в лучших клиниках мира, и ему оплачивается не только вот это вот лечение, ему оплачивается проезд, проживание. Но лучше не болеть. Лучше не болеть. Лучше не болеть. Не тратить деньги на излишества. Да. Здоровое питание. Здоровое питание. Да, да, да. И в обществе потребления сохранять разум, сохранять здравые такие взгляды на вещи, на свой семейный бюджет, на то, что вы тратите и на то, что вы зарабатываете. Я бы хотела еще обратить внимание на то, что говорила Кюней, что духовные ценности, поставленные во главу своей жизни, они помогают избежать вот этих вот ловушек потребления мелкого вот этого. Потому что вы становитесь выше этого, а это сохраняет вашу чистоту и, соответственно, кошелек у вас неприкосновенности. Ну что ж, девочки, вам спасибо огромное сегодня. Я думала, что мир финансов, он достаточно скучан, я ошибалась. Ошибалась. Спасибо вам большое сегодня за все. Вам спасибо большое. Ну и тот пирог. И приятного аппетита. И приятного аппетита. Я полагаю, что сейчас к нам присоединятся абсолютно все, кто находится в этой студии. Еще раз спасибо. Еще один отличный понедельник.